Здравствуйте! Это программа Актуальная тема. Построить сельские клубы, достроить национальную библиотеку, закупить технику для сохранения архивных документов и многое другое запланировали деятели культуры на ближайшие 17 лет. Сегодня вместе с общественностью они обсудили стратегию развития отрасли до 2035 года. Как оказалось, практически в каждой сфере, будь то театр, библиотека или кинематография, есть свои дыры. К примеру, художникам необходимы огромные площади выставочного комплекса, цирку, театру Байкал, собственное здание. Проблем, в общем, очень много. И сегодня мы поговорим на эту тему с заместителем министра культуры Николаем Иманаковым. Здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, сегодня вот почти три часа шло обсуждение стратегического развития культурной сферы. Я сама присутствовала и видела, что каждый, вот практически с каждой сфере художники вышли, архивариусы вышли. И вот все говорят, у нас такие-то проблемы, у нас такие-то проблемы, везде проблемы. Вот как думаете, почему так вышло, что каждая отрасль нуждается в чем-то? Ну, это, наверное, больше философская категория, потому что у любой системы, которая развивается, живет, есть проблемы. Также у нас есть чем гордиться, у нас богатейший культурно-исторический потенциал Республики Брять. Но ведь действительно, как мы сегодня убедились во время общественного обсуждения стратегии социально-экономического развития до 2035 года, по каждому направлению есть свои проблемы. И сегодня мы как раз и работали над тем, чтобы просмотреть, продумать, какие пути решения, задать вектор, общий вектор развития культуры и искусства Республики Брять на 17 лет. Скажите, вот какая сегодня сумма выделяется на развитие культуры? Ну, общий бюджет культуры республиканской порядка миллиард 600. 600 миллионов рублей, которые выделяются по статье и образования в сфере культуры и искусства, и на поддержку государственных учреждений культуры. Вы не помните, сколько выделялось, ну, допустим, 6 лет назад? Ну, если вот ориентировочно, где-то 690 миллионов. 690 миллионов в пределах 650, если вот конкретная сумма, просто я возьму цифру, которая была до принятия указов президента России, Владимира Владимировича Путина, 597 указ о социальной политике. То есть это тот уровень, который до майских так называемых указов, до повышения заработной платы. Вот такой уровень был порядка 700 миллионов рублей. Ну, вот этой суммы достаточно? Как вы считаете? Ну, конечно, у нас... Какую сумму хотели? Это очень сложно, наверное, ответить, потому что, ну, если говорить по стройкам, у нас одно строительство национального музея порядка миллиард 300. Это осмеченная сумма. У нас есть проектно-сметная документация на строительство. То есть эти суммы только на национальный музей. Так же, как вы сегодня уже озвучили, у нас есть большая проблема и по зданию, и собственному зданию театра песни танца «Байкал». Ну, как-то он сдвигается вроде с места, да, вот проект набережной. Да, в поисках инвестора. И, конечно, у нас есть потребность о том, что у нас здание требует реконструкции хореографического колледжа. Это мы знаем проблему, что и по музею природы, и по театру «Кукол Эльгер». Вы не подсчитывали общую сумму вообще? Сколько нужно денег для того, чтобы всех обеспечить своим зданием? И цирковое искусство, и архивы нашей республики Бориати? Если я вот какую-то озвучу сумму, конкретную сумму, наверное, я введу, прежде всего, вас и наших зрителей в заблуждение, потому что по каждому проекту, например, по каждому направлению по строительству здания, например, если я по Национальному музею готов сказать цифру, это 1,3 миллиарда рублей ориентированных, то по театру песни танца «Байкал» нету проектно-сметной документации. По хореографическому колледжу тоже требуют значительной реконструкции. Это достаточно большие суммы? Да, да. Это большие-большие суммы, и мы понимаем, что можно, конечно, посчитать, посмотреть, сколько стоит. Но я просто приведу пример, что у нас за последнее время очень многое сделано. Не надо говорить о том, что у нас все плохо. А мы понимаем, что у нас тот регион, у которого три театра, три крупнейших театра после реконструкции. Театр оперы-балета, русский драмтеатр, который долгое время не имел собственной площадки. Вы, наверное, помните то время, когда он был в здании учебного театра «Феникс» Института культуры, мы арендовали это здание. И театр, как сгорел в 1972 году, если не ошибаюсь, он не имел собственной площадки. Он не имел собственной площадки, и мы сейчас имеем прекрасно оборудованные здания с двумя сценами, большая и малая сцена. То есть можно надеяться, что до 2035 года и у цирка появится свое здание, и у театра «Байкал» появится свое здание. И, собственно, как раз это стратегическое развитие, наверное. Да, вот для этого и готовится программа «Стратегия развития культуры». Никто, наверное, и 15 лет назад не мог подозревать о том, что Бурятский театр драмы получит такое новое современное здание. Русский драмтеатр построится, и оперный театр построится. Да, мы многое сделали. Большой задел. 4,6 миллиардов рублей привлекли в республику инвестиций с федерального бюджета. То есть это значительный объем. Сейчас это нам позволяет принимать ведущие театры России на площадках. Ну, вы знаете, наверное, Вахтангово, Малый театр, Большой театр Кукол у нас был, Цитра, Мастерская Козлова и Санкт-Петербург. То есть крупнейший театр с большим удовольствием приезжает. Приезжает сюда. Это почему? Потому что Республика Бурятия показала себя надежным и ответственным партнером, во-первых. А во-вторых, у нас есть площадки. Площадки, которые позволяют нам принять ведущие театральные коллективы. В этом году я, наверное, уже приоткрою небольшую такую созданную интригу. Мы понимаем, что уже в середине июня к нам приезжает один из ведущих театров России. Театр Маяковского. Это звездный театр. Благодаря чему? Он будет выступать на двух площадках. На площадке Русского театра имени Николая Бестужева и на площадке Бурятского театра. У нас есть возможность принимать. У нас есть чем гордиться. И, конечно, мы ставим перед собой глобальный, амбициозный план на 17 лет вперед. Мы понимаем, что нам не хватает, вот мы сегодня говорили, выставочных залов на 4000 квадратных метров. И художников. Да. Речь идет сейчас об этом. Под строительство национального музея мы поставим на себе задачу. Именно к юбилею Республику. В рамках этой стратегии до 2035 года решить вопрос с национальным музеем, с хореографическим колледжем, с театром песни и танцы Байкала, госцирк. Скажите, вообще, что сейчас в приоритете у вас? Если выделять приоритеты, я бы выделил у нас определено в стратегии в нашем разделе четыре основных приоритетных направления. Это, первое, культура, села и народное творчество. Второе, это культурное достояние и информационно-документальные ресурсы. Третье, это профессиональное искусство и событийные мероприятия. И четвертое мероприятие, это развитие детского творчества. Я их построил не по ралевантности, но не по значимости. Наверное, развитие детского творчества, наверное, самое важное и значимое. На первом месте. Да, на первом месте самое важное и значимое приоритетное направление. Вот по этим четверым приоритетным направлениям мы будем работать в ближайшие 17 лет и выстраивать мероприятия. Как по укреплению, по привлечению больших инвестиций, по укреплению материально-технической базы. Организационные, правовые, финансовые ресурсы направлять на эти четыре направления. Скажите, сегодня сложно инвестиции привлечь у нас в республику для развития культуры, для строительства каких-то культурных. Да, если говорить по частным инвесторам, пока нам сложно. У нас такого большого опыта нет, но мы сейчас работаем над этим. И мы, конечно, работаем над инвестициями за счет федерального бюджета. Федерального бюджета у нас предстоит завершить строительство национальных бюджетей. Как вы знаете, у нас только построен блок Д, сейчас идет еще следующая очередь строительства. Строительство идет. Нам прежде всего надо завершить здание пристроя и реконструкцию действующей национальной бюджетей республики. Это первый очередной проект. И вот мы работаем над привлечением инвестиций. Такой индикатор у нас есть. А в чем сложность привлекать инвестиции в республику? Как вы говорите, немножко сложновато, а в чем эта сложность состоит? Ну, не так. Как правило, государственно-частные партнеры, если мы говорим о частных инвестициях, как правило, государственно-частные партнеры в сфере культуры реализуются по сохранению объектов культуры наследия. Когда заходит частный инвестор, берет памятник, воссоздает его первоначальный исторический облик и использует его под современное. То убедить частного инвестора построить национальный музей и сказать о том, что он будет приносить значительную выгоду. Мы же понимаем, что инвестор – это не меценат. Это бизнесмен, конечно, все. Да, инвестору надо получить свою маржу, получить доход от этого. Поэтому в этом плане привлечить частные инвестиции в сферу культуры. Потому что сфера культуры не может приносить такие огромные деньги, которые заинтересуют частного инвестора. Хотя, опять-таки, возвращаясь, что за последние 7 лет у нас объем платных услуг в сфере культуры возрос в 5 раз. Это значительный рост. Я говорю о том, что люди, население, наши гости, туристы голосуют рублем и ногами. То есть в наше учреждение культуры ходит, посещаемость большая. И на наши мероприятия ходят и оплачивают их. – Я еще хотела поговорить по кадровому вопросу. Насколько престижна сегодня профессия актера или того же библиотекаря? – Давайте в целом по работнику культуры. Мое глубокое убеждение, что сейчас профессия работника культуры – библиотекарь, артист или музейный работник – становится очень конкурентной на рынке труда. – Но в какое-то время она все-таки проседала. – Да, абсолютно верно. Вы абсолютно верно это подметили, что буквально до 2010 года была глобальная проблема. Проблема, прежде всего, она была в том, что крайне низкая заработная плата. Возвращаясь к майским указам президента России, в том, что была поставлена глобальная перед нами задача – довести заработную плату в сфере культуры до уровня средней по республике Брянь. – И сегодня сколько ее уровень составляет? – Да, по республиканским учреждениям – это порядка 34 тысяч. И в этом году еще будет повышение на 19,5%. То есть мы идем к тому, что мы 100% выполним майские указы президента России. – Всем работникам культуры будет повышение на 19%. – На 19,5%. И государственным, и муниципальным. То есть у нас предусмотрено отдельное финансирование на эти. – Ну согласитесь, кадровый все-таки есть, нехватка кадров есть. – Безусловно. – В том же театре опера-балета жаловали, что нам не хватает балерин. Как с этим быть? Как вы решаете вопрос? – Вы знаете, вот специфика сферы культуры, что кадровый вопрос – это самый, наверное, глобальный и острый вопрос. Потому что готового музыканта, готового балерина – это невозможно выучить за 3-4, провести переподготовку, повышение квалификации, получить готового музыканта или балерины. Вот для того, чтобы есть устойчивая формула о том, чтобы создать один симфонический оркестр, надо, чтобы 10 тысяч детей пошли в детскую школу искусства. То есть это вот такие три сообщающие… – Потом отбором он создается только… – Да, да, да. То есть это вот у нас непрерывная система образования в сфере культуры существует. – Это детская школа искусств, это колледж искусств, это институт культуры либо консерватория. То есть это три сообщающих сосудов, которые позволяют формировать. И, конечно, это глобальная проблема о том, что у нас в сфере культуры, у нас сейчас в детской школе искусств ходит 7800 детей. А надо – это составляет 7,8% от числа детей в возрасте от 1 по 9 класс. А надо, чтобы эта цифра составляла 12%. То есть это значит, что нам предстоит создать 4700 детей принять в детскую школу искусства. То есть вот это основа… – Вообще желающих-то есть поступить в детскую школу искусства? – Я думаю, что вот сейчас потребность, что родители с большим удовольствием отдают детей в детскую школу искусства. Есть уже отбор. Художественные школы учатся в три смены. То есть у нас школа искусств востребована очень. И осознавая это государство в лице Министерства культуры Российской Федерации сейчас прорабатывает такой глобальный проект о передаче системы дополнительного музыкального образования в сфере культуры на уровень субъектовый. То есть речь идет о том, что если заниматься государственной культурной политикой формировать, то нужно кадры. И Минкультура России по поручению президента сейчас прорабатывает вопрос о том, чтобы передать все детские школы искусства на уровень республики Брятия. Да, то есть чтобы у нас была возможность именно по целевому заказу готовить где-то скрипачи, где-то альтисты, где-то национальные инструменты. Ну, где-то, соответственно, будет больше. Да, ну, мы, конечно, рассчитываем на это, что финансирование существенно укрепится школы искусств. Но пока это в плане проработки. Сейчас у нас определено ряд пилотных регионов, и сейчас рассматривается финансо-экономическое обоснование вот этого процесса. Ну, это, наверное, целая революция в системе подготовки кадров в сфере культуры. Если это будет реализовано на федеральном центре на уровне субъектов в ближайшее время, это будет, наверное, глобальный прорыв. Скажите, а что касается сельской местности, работников культуры практически не хватает. Сегодня говорили на совещании, что работник культуры в сельской местности, он и жнец, и надудец, то есть все выполняет. Как быть? Почему люди не идут туда работать? Люди сейчас вакансии в сфере культуры их единицы. Мы говорим о том, что вот такого, чтобы штатная единица не была заполнена кем-то, это единичный случай. То есть очень мало таких прецедентов, что в детский школу скуса, да, это есть, не хватает педагогов. Но то, что учреждения культуры у нас сейчас не заполнены, такого сложно сказать, назвать такой пример, и мне даже не приходит на память. Но у нас какая проблема? У нас не соответствует профессиональному стандарту. То есть в библиотеке работают люди, допустим, с гуманитарным образованием, историки, филологи, но не имеют профильного библиотечного образования. В клубах также у нас работают люди с каким-то образованием, но не в сфере режиссуры, социокультурной деятельности или организаторов досуга. В этом глобальная проблема. И цифры, несмотря на то, что у нас есть колледж искусства, институт культуры, то есть это главный таких... Есть факультеты, которые выпускают режиссеров, московиков. Выставщики кадров. У нас в то же время есть глобальная проблема, что 47% специалистов в культурно-досуговых учреждениях у нас не имеют профильного образования. Вот это глобальная проблема, которую мы также ставим в стратегии. Почему выпускники не едут в село работать московиками? Это, наверное, комплекс социально-экономических проблем о том, что когда молодой человек закончил институт культуры, поехать в сельский дом культуры, наверное, ему и с психологической, и с экономической точки зрения, прежде всего, с морально-психологической точки зрения сложно поехать. Но с другой стороны... Вот программа «Земский доктор», допустим, существует в медицине, да? Такого вы, такую программу не планируете запустить? Ну, было бы это замечательно, это было бы замечательно, если бы у нас сельские работники, вот по образу и подобию «Земский доктор» получали какие-то значимые суммы для подъемной, для приобретения жилья, получали. Это первое. И второе направление... Это пока мечты. Да. И второе направление у нас на базе колледжа искусства, на базе института культуры у нас есть принципиальная договоренность и решение о том, что мы тех людей, которые имеют образование, условно говоря, мы возвращаемся к примеру, что историк, он получает образование библиотечное, переподготовку. И тогда он полноценный специалист. В колледже искусства он может переобучиться на организатор досуга, либо библиотечный работник. То есть человек, который уже понял, что его призвание, его выбор в жизни – работа в сфере культуры. А есть какая-то разница между человеком с профильным образованием библиотекарь или историк, который сидит в библиотеке? А в заработной плате есть разница? В заработной плате нет разницы. То есть имеется в виду, если человек занимает должность библиотечного работника, то он будет получать зарплату также. Но библиотечная работа – это целая отрасль знаний. Это же каталогизация, системный алфавитный каталог. То есть человек, библиотечный работник – это не тот человек, который выдает книжку. Как вы планируете наладить вот это взаимоотношение для того, чтобы все-таки историк стал библиотекарем, библиотекарь шел в библиотеку работать, а историк шел в школу историком работать? Вы знаете, мы не будем никого так принуждать или говорить, что если ты историк, то твое место в школе. Если человек понял, что он, имея, опять-таки, условно говоря, историческое гуманитарное образование, сказал, что нет, мое призвание – это библиотека. Да, то есть мы должны дать ему возможность переобучиться, получить профессиональные знания. Тогда у нас не будет никаких вопросов по образованию. То есть если человек работает в клубе, либо в библиотеке, я вот хотел бы резюмировать о том, что он должен иметь профильное образование. И мы как раз двигаемся в том направлении, что на базе колледжа, института культуры мы будем давать такие возможности. Перепрофессиональная переподготовка. То есть человек понял, что это его призвание. Я так понимаю, сейчас только разрабатывается стратегия, еще четкого плана нет, что, когда будет строиться. То есть неизвестно, и вы пока для себя еще ничего не знаете. Это все только на уровне обсуждения идет. Да, у нас достаточно… До 10 мая должны быть результаты. Да, то есть у нас высокий уровень проработанности. Я просто поясню, что стратегия разрабатывалась не вчера, не неделю назад. Мы в декабре уже провели мозговой штурм в Национальной библиотеке. Это по нескольким точкам. Шесть точек у нас проводилось. И было обсуждение. Было обсуждение. И результаты мы сводили. То есть потом были встречи с Творческими союзами. И готовый вариант, который прошел, широкое сито общественности. Мы все идеи интересные брали и включали в эту стратегию. Все-таки основные усилия, куда вы направите свои в начале, давайте, на развитие. Я понимаю, все, что вы назвали критерии сельского развития детей и так далее, это все хорошо. А вот в частности, что именно сейчас вы хотите сделать? Первая очередная задача какая у вас? Давайте все-таки, если вы наставите, чтобы взять конкретно… Это, конечно, решение вопросов кадров. Допустим, у нас буквально на прошлой неделе Селма Абайртуевна, министр, приехала с Монголии, где она получила принципиальное согласие и договоренность. Это большая наша победа, что будет целевая подготовка наших детей, которые закончили колледж искусств на базе их института культуры. То есть маринкуристы. У них мощнейшая школа национальных инструментов. Так, кадры еще? Я думаю, что вот это кадры, переподготовка. Потому что у нас важнейшее направление – это все, что касается каталогизации музейных фондов. У нас стоит задача обеспечить три рубежа защиты всех бесценного нашего культурного достояния. Вот это важнейшее направление. Это информатизация библиотек, чтобы каждый житель, вне зависимости, в каком населенном пункте он находится, имел возможность доступ к информационным ресурсам. То есть это создание национальной электронной библиотеки российской идет. И чтобы в каждом населенном пункте была возможность получить доступ к этой национальной электронной библиотеке. Следующее направление – это, конечно же, мы говорим о том, чтобы все наши замечательные постановки, которые создаются в театрах, могли возможность гастролировать. Не только федеральные к нам приезжали, но мы также видим указ президента о том, чтобы наши театры выезжали в районы. Вот эта практика, сегодня мы услышали великолепное выступление театра оперы балета, о том, что они съездили в район. Район их заждался и выручку привезли. То есть такое направление грантовое. Следующее направление – это поддержки социально-ориентирования коммерческих организаций в сфере культуры. Это расширение механизма грантовой поддержки таких интересных творческих проектов. В общем, планы большие у вас до 2035 года, у вас очень много времени, поэтому надеемся, что через 17 лет у нас все, о чем мы сегодня с вами разговаривали, все будет. Да, у нас очень много мероприятий. Я думаю, что эти 17 лет покажется не так много времени, потому что на каждый год мы ставим очень плотный напряженный график, и на каждый год мы расписываем мероприятия, которые должны быть выполнены в этом году, в следующем, и так до 2017 года. Спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok